И снова здрасте. Буквально только что я рассказал вам о новых смартфонах Xiaomi. И согласитесь, это было мощно. Но у нас есть еще одно незаконченное дельце. Это фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 6. И вы знаете, тут есть что обсудить. Мало того, мы еще разыграем 10 штук Mi Band 6. Просто потому что, а почему нет? Прямо сейчас можете проставлять палец вверх для того, чтобы поддержать наш проект. Ну а к деталям розыгрыша мы вернемся в конце видео. Мы с вами привыкли, что каждое новое поколение Mi Band это заметный шаг вперед. Вот, например, при переходе с первого на второй Mi Band покупатели не только получили небольшой дисплей, но и самое главное, перестали терять капсулу. В следующем поколении Mi Band получил увеличенный дисплей, на котором уже можно было читать уведомления, смотреть прогноз погоды и всякое другое. Затем появился Mi Band 4, который принес цветной экран с относительно высоким разрешением. А чуть позже в наших странах даже появилась возможность оплачивать покупки с его помощью. Но для этого у вас должна быть версия с модулем NFC. Когда появился Mi Band 5, мнения разделились. Многие говорили, что это просто минорное обновление, хотя я считаю, что это такой же прорыв, как и всегда. По сути, из новшеств у Mi Band 5 только магнитная зарядка и немного увеличенный дисплей. А все остальное мелочи, которые даже лень упоминать. Но не стоит недооценивать названные мной два самых основных пункта. На практике именно благодаря им пользоваться трекером стало гораздо комфортнее. И вот буквально сегодня представили Mi Band 6. И это тот случай, когда даже я вынужден признать, что обновление получилось так себе. Новинка получила AMOLED дисплей, который в полтора раза больше, чем у предыдущей модели. И это круто. Фактически он стал даже больше, чем у Honor Band 6. Но тут есть важный нюанс. В пропорциях дисплей Mi Band остался таким же вытянутым, как и раньше. Изображения, шрифты, смайлики, все было увеличено пропорционально. То есть увеличение диагонали не позволит вам видеть больше информации, чем раньше. А еще наконец-то появился пульсоксиметр. Но радости от этого не очень много. Дело в том, что его появление ждали еще в Mi Band 5. Вот тогда он был действительно актуален. А сейчас, если говорить откровенно, он уже и нафиг никому не нужен. Я очень сомневаюсь, что те люди, которые всерьез озабочены тем, насколько их кровь насыщена кислородом, сидят и ждут, когда же там Xiaomi выпустят следующее поколение Mi Band 6 с пульсоксиметром. Очень вряд ли. Они, скорее всего, уже решили этот вопрос по-другому. А всем остальным он попросту и нафиг не нужен. А самое грустное в этой истории то, что я вам уже рассказал основные фишки этого фитнес-трекера. Согласитесь, как-то вообще ни о чем. Поэтому я предлагаю обратить ваше внимание на более мелкие изменения. Те, на которых не акцентировали внимание. Вы удивитесь, но конкретно в данном случае они оказались даже важнее основных. Например, режимов спортивных тренировок стало в два раза больше. В общей сложности теперь их 30 видов. А если вы, так же, как и я, ленитесь каждый раз заниматься поиском нужного типа тренировки, то специально для вас Xiaomi обучила браслет автоматически определять текущий режим тренировки. Прямо из коробки в приложении Mi Fit имеется больше 130 штук различных циферблатов. Ну, а мы-то сами знаем, что это не имеет никакого значения, потому что уже через неделю в Google Play появятся сборники циферблатов для Mi Band 6, и там их будет тысячи. За это мы и любим Mi Band. Ну, вернее, не только за это, но и за это тоже. Несмотря на увеличенный дисплей, Лейдзюнь обещает до 14 дней автономной работы. То есть, примерно на том же уровне, что и Mi Band 5. А это значит, что на практике браслет нужно будет заряжать примерно раз в 10 дней. Слава богу, магнитную зарядку никуда не дели. Штука удобная. Помимо прочего, новинка, конечно же, по-прежнему умеет круглосуточно измерять пульс своего владельца, отслеживать количество шагов и всё в таком духе. Версии без NFC оценили в 229 юаней, а с NFC на 50 юаней дороже. Сколько это будет стоить в пересчёте на другие валюты, вы сейчас видите на экране. Теперь давайте подведём небольшой промежуточный итог. Если вы мне спросите, какой фитнес-трекер покупать прямо сейчас, я скажу Mi Band 6. И вот почему. Фитнес-трекер от какого-нибудь полуподвального ноунейма, это вообще худшее, что вы можете купить. А среди солидных брендов вариантов немного. Samsung Galaxy Fit стоит неоправданно дорого. Да и вообще, он объективно хуже по многим важным параметрам. Honor Band в полной мере раскрывается только со смартфонами Huawei. А ещё там есть небольшие косяки с ПО и довольно слабое комьюнити. Ну а среди всех Mi Band 6 поколение самое лучшее, это правда. Совсем другой вопрос, стоит ли его покупать, если у вас уже есть фитнес-трекер предыдущего поколения. И каждый год я отвечаю, конечно же, оно того стоит. Продавайте первый Mi Band, покупайте Mi Band 2. Продавайте Mi Band 2, покупайте Mi Band 3. Продавайте Mi Band 3, покупайте Mi Band 4. А в прошлом году я говорил, продавайте Mi Band 4, покупайте что? Правильно, Mi Band 5. В этом же году я вам говорю, не продавайте Mi Band 5. Но во всяком случае, я бы не стал его продавать и покупать шестое поколение, чтобы замрачиться всеми этими перенастройками и так далее. Потому что, ну, обновления действительно несущественные. Я бы дальше продолжал пользоваться пятёркой в своё удовольствие. Конечно, у нас на канале ещё будет полный обзор. И, возможно, я там даже изменю свою точку зрения, потому что, вы знаете, нужно попользоваться какое-то время, а после этого делать какие-то окончательные выводы. Но это будет позже. Сейчас давайте-ка перейдём к нашему розыгрышу. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие? Вы помните, мы по максимуму упростили всю схему. Теперь не нужно подписываться на канал. То есть, хотите подписывайтесь, хотите нет, это ваше право. То есть, это необязательное условие. Чисто по-братски, прошу, поставьте палец вверх. Из обязательного нужно установить приложение нашего спонсора. Вот ссылка будет в описании. Есть и версия и для Android, и для iOS. Пользуйтесь, рекомендую. Штука полезная, особенно во времена распродажи. Да, все ссылки по распродаже тоже будут в описании. И, друзья, мы проверяем правильность выполнения этого условия. Ну и второе условие. Нужно написать в комментариях, что вы думаете о Mi Band 6. Буквально пара предложений, не больше. Там же оставьте свои данные для связи и лейте ID. Сейчас перед вашими глазами появилась инструкция, где вообще его искать. То есть, друзья, у нас все, как всегда, максимально просто. Плюс, обязательное условие полезно. Если вы до сих пор не пользуетесь кэшбэком, вот покупаете что-либо в интернете, то, значит, вы просто теряете часть своих денег. Я рекомендую еще раз, инструкция будет в описании. Итоги я подведу через пару недель на втором канале. Ссылка будет в описании. Ну и если вы до сих пор не приняли участие в розыгрыше Poco X3 Pro, вы можете сделать это прямо сейчас. Прямой эфир, не за горами. Спасибо большое за просмотр. Желаю вам удачи в розыгрышах. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.